Друзья, всем привет! Наступил 2018 год, который принесет, несомненно, нам много нового и интересного. Одно из первых нововведений, которое мы могли заметить в новом 2018 году, это изменения в правах дорожного движения. Многие из вас слышали уже о том, что изменился скоростной режим в населенных пунктах. Буквально после нового года мне пришло очень много писем, сообщений в социальной сети о том, чтобы я прокомментировал эти изменения. Честно говоря, я не думаю, что это особо нуждается в комментариях, но тем не менее, я проговорю все то, что в 2018 году изменится. Значит, скоростной режим, как вы уже слышали, снижается до 50 км в час в населенных пунктах. И это европейская практика, то есть Украина все-таки хочет приблизиться таким образом в Европу. Самым простым образом это снизить скоростной режим, скоростной порог. Связано это, скорее всего, с тем резонансом ДТП, которое произошло в Харькове. Многие о нем слышали. Я думаю, что, как обычно у нас, после какого-то происшествия начинают менять ПДД и думать, что это что-то изменит. Значит, помимо всего прочего, также повышаются штрафы. Не пугайтесь, сейчас штрафы еще остались на прежних отметках. То есть, сейчас, если вы нарушаете право дорожного движения, вы все еще платите по старым тарифам. Но это ненадолго. Я думаю, что в скором времени Верховную Раду будет несен законопроект об увеличении этих штрафных санкций. Я думаю, что Верховная Рада это с радостью примет, и мы будем с вами платить по новым тарифам. Значит, немного о тарифах. Вы сейчас увидите инфографику. В принципе, она наглядно показывает, что изменилось. За превышение скорости раньше мы платили 510 гривен. Сейчас же мы будем платить в скором времени 3400 гривен. Такая немаленькая сумма, да, уже в перерасчете в евро даже это тоже немаленькая сумма. При покидании места ДТП штраф увеличили с 255 гривен до 3400 гривен. Я считаю, это одно из самых положительных нововведений, потому что зачастую люди просто уезжали с места ДТП. 255 гривен, их никак не пугало. Здесь же вы заплатите 3400, если вы едете с места ДТП, плюс вас еще лишат прав. Я думаю, что лишение прав на полгода должно вас отрезвить и не покидать место ДТП в любом случае. Значит, за управление авто без прав, наконец-то увеличили сумму, правда, увеличили ее до нереальных размеров, до 10200 гривен. Это нереальная вообще цифра, я считаю, за то, что вы ездите без прав. То есть, в нормальных странах люди давным-давно уже ездят без прав, полицейские все управляют в компьютере. Я думаю, что мы давным-давно могли это уже внедрить и пользоваться этим. У нас же нет, у нас идет по другому пути. Не забывайте права, 10200 гривен на дороге не валяются, это не маленькие деньги. Я думаю, что это сделано, скорее всего, для тех людей, кто считает возможным не показывать права управления в случае, когда полиция останавливает вас за какое-либо правонарушение, которое было или не было, это не важно. То есть, таким образом, они приучают нас однозначно тут же показывать права, потому что иначе вам будет меняться статья «Езда без прав», и это 10200 гривен. Я думаю, что это сделано для этого. Ну, здесь такой спорный момент, я бы на самом деле так не ужесточал этого, я бы скорее перешел бы к практике вождения вообще без прав и проверки человека по любому удостоверению, по компьютеру, просто есть ли у него действительные водительские права или их нет. Поэтому, значит, есть штраф у нас за управление лицом лишенного права управления, то есть, если у вас за что-то забрали права, будь то за 130-ю статью, за алкогольное опьянение, либо за что-нибудь другое, штраф тоже несоразмерный, почти 20 с лишним тысяч, 20 тысяч 400 гривен. Это не маленькая сумма. Более того, за повторные нарушения он увеличивается до 40 тысяч 800 гривен в два раза. То есть, это вообще, сейчас он составляет 510 гривен, я не считаю, что это вообще адекватные цифры, учитывая экономику Украины в целом и благосостояние граждан в частности. 40 тысяч гривен, я не знаю, кто может заплатить, даже злостный нарушитель. Ну, вы все понимаете, что реально этот вопрос будет решаться неофициально, и будет решаться он, если дать, эта цифра будет в половинчатом размере в карманах инспекторов или судей, или еще что-то. То есть, все, что невозможно в нашей стране решить с инспектором на дороге, потом можно решить на этапе рассмотрения дела в суде. То есть, всем известный факт, я думаю, что в данном случае коррупционная составляющая в судах и на дорогах будет только увеличиваться. Значит, что касается 130-й, полюбившейся статье всем инспекторам полиции и бывшим гаишникам, сейчас штраф за это нарушение составляет порядка 10 тысяч, планируют его увеличить до 40 тысяч. Я считаю, что, конечно, это было бы здорово, если бы это приносило какие-то плоды и люди перестали ездить пьяными, но я думаю, что абсолютно никак это не повлияет на тех, кто ездит пьяным сейчас за рулем. Их не пугало ни 10 тысяч, ни 1000 долларов, ни 40 тысяч их не будет пугать, все это ерунда. Здесь надо менять, на самом деле, не увеличивать штрафы, а менять сам подход инспекторов полиции к решению данных вопросов. Мы знаем прекрасно, что если в городах еще полиция каким-либо образом пытается оформлять действительно этих пьяных, то есть, ну не все они прям заточены под коррупционную составляющую, эти инспекторы полиции, то в областях и на трассах вопрос решения по 130-й с любым пьяным решается исключительно не в правовой сфере, а исключительно финансовым аспектом. То есть, с этого нарушителя просто сдирают последнюю шкуру, берут бабки и отпускают его в том же милом состоянии, в котором он приехал на тот или иной пост. Поэтому увеличение данных штрафов абсолютно никак не повлияет на безопасность дорожного движения в принципе. Также решили ужесточить ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до 12 лет. Эта норма спорная, конечно, естественно, что убивать людей в состоянии алкогольного либо любого опьянения это недопустимо, и ездить за рулем пьяным тоже я бы никому не советовал, но 12 лет это не маленький срок, учитывая специфику нашей правовой системы и ее коррупционную составляющую. Я думаю, что не всегда люди, которые заслуживают наказания, будут на 12 лет попадать в тюрьму, и наоборот, люди, которые не заслуживают, не будут попадать на этот срок в тюрьму. Поэтому момент здесь очень спорный, я бы не стал бы, конечно, так рубить с плеча и на 12 лет отправить людей за решетку. Хотя есть прецеденты, мы видим и мажоров, и судей, которые заслуживают и большего срока на самом деле. Что-то других изменений. Также изменилась выдача прав, впервые прав управления новым водителям, которые получают после автошколы права, им выдают теперь права на 2 года. В течение 2 лет они должны показать безаварийную езду, без нарушений. Это, кстати, мировая практика, очень полезная. То есть 2 года вы стараетесь ездить очень аккуратно, присматриваетесь, учитесь. После окончания этих 2 лет, если у вас не было нарушения в течение этого срока, вы получаете права уже на 30 лет сразу. Если же у вас были нарушения в течение 2 лет, то вас ждет пересдача, возможно, теория, возможно, практики. Все зависит от тяжести правонарушений, которые вы совершили в течение 2 лет. То есть, в принципе, это полезная норма. Я считаю ее правильной, учитывая, что права, опять же, в нашей стране покупаются. Поэтому уже не удастся сразу купить права на 30 лет или бесконечные пожизненные людям, которые водить не умеют. Я надеюсь, это все-таки улучшит ситуацию. Также, друзья, на многих форумах писали о том, что якобы запретили уже снимать сотрудника полиции. И мне писали в сообщениях в социальных сетях о том, что все уже фиксировать на видеокамеру полицейского нельзя, что необходимо передавать ему права в руки, что нельзя больше выходить из машины, надо держать руки на руле и бла-бла-бла, много страшилок. Ничего подобного пока еще не случилось. Никаких подтверждений законодательных я этому не нашел. Поэтому не стоит опасаться. Вы все еще можете снимать, фиксировать работу сотрудника полиции на видеокамеру. Никто у вас это право не заберет, я думаю, в ближайшем обозримом будущем. Но, опять же, напоминаю, что надо это делать деликатно, адекватно, без хамства и без намека на то, чтобы уйти от ответственности. Что касается видеофиксации в целом. МВД сейчас во главе с господином Аваковым все-таки хочет внедрить систему автоматической видеофиксации на дороге, чтобы можно было фиксировать и наказывать водителей в автоматическом режиме. В принципе, в этой норме закона я вообще не вижу ничего плохого. Единственное, что сам механизм, он, опять же, по себе спорный. То есть, планируется наказывать не того, кто был за рулем, а планируется пойти по самому легкому пути наказывать собственника автомобиля. Здесь тоже есть нюансы. Мы все помним эти письма счастья, которые были раньше, когда сотрудники ГАИ еще старого выходили просто как на субботник со своей камерой, фиксировали и потом рассылали письма счастья с измененными реквизитами для оплаты. Было очень много схем, было очень много шумихи, и это все отменили. Значит, сейчас все это хотят вернуть примерно в том же виде. Я думаю, что в любом случае будут какие-то правовые коллизии, связанные с тем, что не всегда возможно по нашему законодательству привлечь хозяина машины за правонарушение, которое он не совершал. Есть тому нюансы. Но давайте дождемся все-таки, когда это внедрят, когда это попробуют сделать на практике, и уже будем говорить предметно, как можно с этим бороться и что это из себя представляет. Но все же норма закона очень правильная. Я считаю, что только это может спасти Украину. Что касается коррупции на дорогах, это есть единственный правильный способ внедрения автоматической фиксации. Что же касается счастливых обладателей польских, литовских и других автомобилей с иностранной регистрацией, для них наше государство приготовило отдельный сюрприз. В принципе, многие прогнозировали, что рано или поздно начнут зажимать потихонечку гайки людям, которые ездят на европейских номерах. И это да, происходит, то есть государство придумало для них вот такую вот историю, как конфискацию автомобиля, точнее эвакуацию автомобиля с мест неправильной парковки и стоянки, либо при совершении других правонарушений, которые подразумевают эвакуирование автотранспортного средства. Значит, автомобиль будет забираться, допустим, если вы поставили его где-то неправильно, его будет просто увозить полиция эвакуатором, либо более того, не только полиция, но еще и работники парксервисов. То есть это вообще просто, это будет следующий виток борьбы с бандой и дампой, потому что я думаю, что парковщики будут отжигать поярче, чем любые полицейские. И после этого, когда ваш автомобиль, условно ваш, оказывается на штрафплощадке, забрать его может только человек, который вез его на территорию Украины. Но я думаю, что не только этот человек, но еще и сам собственник сможет забрать, который вписан в регистрационный документ. Но, тем не менее, у многих наших соотечественников, в принципе, имеются только птичьи права на эти автомобили, поэтому забрать их со штрафплощадки не смогут. И опять же, будет вопрос решаться уже не в правовом поле, а в другом финансовом поле, с сотрудником полиции, в ведомстве которого будет находиться этот автомобиль. То есть, таким образом, государство хочет, с одной стороны, прижать тех, кто вводит эти, так называемые, евробляхи, и, как другая сторона медали, это пополнить карманы этих чиновников, которые будут исполнять вот этот вот закон, эвакуировать эти транспортные средства. Я думаю, что, когда начнутся массовые эти прецеденты, мы все-таки покажем вам, как следует бороться с этой нормой закона. Все-таки есть механизмы, которые могут помочь вам забрать ваш автомобиль со штрафплощадки. Но я бы все-таки отметил, что людям, которые ездят на этих машинах, следует задуматься о целесообразности передвижения на них в дальнейшем, в целом, в принципе, и о том, что необходимо очень тщательно следить за нахождением вашего автомобиля на территории Украины. Если он просрочен, и вовремя вы не сделали перезаезд, то, в принципе, вам уже ничего не поможет. И такой автомобиль, который попадает в таком виде на штрафплощадку, забрать его будет не просто сложно, а, я думаю, что просто гораздо дороже. Поэтому задумайтесь об этом, друзья, не нарушайте закон Украины и правила дорожного движения. До встречи на дорогах, удачи вам в новом году, до новых роликов, подписывайтесь на канал. До встречи, пока!